Кирилл пришёл, книгу нашёл. Духовный вестник, 1863, 5 том, Харьков, университетская типография. Влияние христианства на нравственные отношения. Много интересного. Почитай просто оглавление. Несколько слов о связи между верой и наукой. Заметки по вопросу об улучшении быта, духовенства. Голос современной науки против заключения брака в близких степенях сродства. Кирилл и Мефодий как православные проповедники. Учителю западных славян в связи с современную историю церковных несогласий между Востоком и Западом. Этологические заметки по поводу исключения учеников из духовно-учебных заведений. Куда можно заимствовать суммы для жалования духовенству? По учению к народу. Русского православного. Речь благоверному государю цесаревичу и великому князю Николаю Александровичу при встрече его императорского высочества в Харьковской Николаевской церкви 5 октября 1863 года, сказанное высокопреосвященным Макарием, архиепископом Харьковским и Ахтырским. Все про нас, про Харьков. Да. О, из Китая. Доклад. Гунь Цинвана с товарищами. Указ об обнародовании правления Туччи в первый год третьей луны 8 числа. О приходских школах. Отзывы иностранных ученых о важности преподавания закона Божия в учебных заведениях. Вот видите? Миссионеры в Китае. Миссионеры в Китае русские. Вопросы при тщетниках. Собрание петербургских священников и диаконов для составления адреса государь и император в новое открытие фреска в Киеве. Распоряжение высочайше утвержденного присутствия по делам православного духовенства. Извлечение из отчета Харьковского епархиального попечительства и бедных духовного звания за 1862 год. Интересно, интересно. Вот, общие замечания духовной журналистики. Бумага приятная. Я люблю вот... Да, безусостояние хорошее. Да, люблю. Наша Харьковская. Люблю уже, когда... Не... Еще желательно, вот, когда начало 19 века, либо конец 18-го, там еще бумага такая специфическая. Моя любимая. Да. Коммунизм и техника будущего. Сороковой год уже. Да, сороковой. Готовились. Развитие учения. А про смартфоны там что-нибудь пишут и про копьёты? Про смартфоны? Давай почитаем. Думала, вряд ли. Оглавление. Завершение технической реконструкции. Уничтожение противоположности между умственным и физическим трудом и техника будущего. Автоматика. Гидроэлектростроительство и новая электроника. Электронно-ионная техника и завершение автоматизации. Что-то должно быть, я думаю. Новая теплотехника. А сколько лет интернету вы знаете? Нет. По-моему, сказали, что заткнули. Короче, появился интернет в 69-м году. Это как раз работа какая-то военной техники. Военная техника. Да, изначально использовалась. Говорит, на закуску самая весёлая книжка. Инструкция о порядке захоронения и содержания кладбищ в населённых пунктах Украинской СРСР. Интересно. Очень интересно, с картинкой. Киев 1958 год. Мне интересен тираж. Вот сразу что-то не знаю. Это для своих выпустили. Там же стоит бесплатно в конце. А, да? На последней странице будет у вас на обложке. А, да. Это для работников. Организация похоронного обслуживания городские и районные органы. Так, так, так. Конторы. Как нужно хоронить. Видите, сколько под землю, сколько от дерева. Да, да. Инструкции по захоронению. Схемы на могильных памятниках. Похоронные процессии. Выбор участков для устройства. Кладбищ. Крупный город. Большой город. Средний город, Малый город, райцентр, Малое село. Вот как это все происходит. Схемы. План кладбища. Проект. Организация территорий. План сектора кладбища. Озеленение. Вот действительно, знаешь, озеленение, вот если взять вот это кладбище. Сейчас уже не так делают кладбище. Ну вот я имею в виду взять кладбище на Одесской. Ну да. Там голубые ели, были аллеи, красиво все так. А вот... Разрешали, а сейчас нет. А сейчас, когда... Причина в том, что земли мало. Да, да. А, и зелень занимает первичную землю. И вот как вот это восемнадцатое кладбище в конце Гагарина, это страшно. Одни могилы. Ну да, это современное неизвестное. В чистом поле. А якорь это символ надежды. Вера, надежда, любви. Да, да, да. Там должен быть якорь, сердце. Нет, это просто якорь. Восемьдесят четверочка. Так, секунду, сердце-то вот. А, ну не мой, нет, точно. Восемьдесят четверка, какой кулончик. Кулончик, а это Кирюха тебе, конечно. А на якоре буковка. Да, я видел. Ну золотая накладка, а там... Ты мне чай не брала, да? Она не золотая. Я только себе взяла. Выпей мою кофе. Да я не буду пить его. А где твой кофе? Я не знаю. Вот это? Господи, Роман, я так заговорилась. Да ничего страшного. Я пару глаз пор сделаю, я кофе не буду. Ну посмотри, может Лара еще далеко не уехала. Накладка золотая. Мы такие уже попадали. Да была же у меня такая тульна, Таня. Сейчас. Я хочу его раскрыть. Я мелкий от зверушек. Да. Я вообще ненавижу охотника. Там вон какое-то имя, по-моему, Анна. 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 Хорошая такая серпичка. Это не Серега. Нет. Да, прикольно. А там чей-то где? Чей не пробел? Это нормально, я тебе скажу. Такой ковырялкой можно... Да. Изя, ему бы этого было вполне достаточно. Такого. Там на торце герба 84. Да. Интересно. У Изика все сракаш были за ножкой. Ну да, он удобный. Таким можно пописать кого угодно. Какие у вас обсуждения. Как он говорил, Изя говорил всегда, я наносил как можно больше ударов. Желательно в горло. Он сапожным ножом работал с четырех спортсменов. Это не прикол. Чтоб ты понял, ему тогда уже было за 50. Ну, лет 55-60 лет он приехал в одно место. А с корейцем, ну ты, может, слышал за корейцем боксера был такой у нас один. Короче, там блондин приехал. Ну, короче, известный спортсмен. И они, как он потом говорил, наши деды, они посчитали, что Янчикарик будет маникюр. А я на очках, а у него линзы такие тройные, ты понял? Прикидываешь, ты, ну, троих увезли в реанимацию, а четвертый выпрыгнул в окно. Вот так получилось, да, убежал просто. А мне кажется, Изя был в хорошем каком-то смысле слова. Хороший, да, хороший, нет, позар раньше, он хороший человек. Его просто не понимали. Да. Харьковская книжковая фабрика имени Фрунзе. На украинском и на русском. На общак, это слава, две тысячи, тут душку зелени, ну, на купил там всякой притчу, дал, и еще... Прапорт, 74-й год. Понимаешь? То есть это не просто, не простой человек. На Друково-Ноухаркове. Без родины, без флага. А что у него за специальность была до посадки? Ну, в общем, домошник был, как бы, ну, так ты тоже там, ну... Понятно. Короче, полный букет. Да, полный букет. Отличность известна. Очень классно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...